Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте взглянем на производительность мобильной видеокарты RTX 3080 Max-Q, узнаем когда точно выйдут процессоры Rocket Lake и посмотрим на еще одну конфигурацию кристалла Navi 21. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения я начну с красного лагеря, где появилась новая утечка. Она рассказывает об еще одной видеокарте на флагманском кристалле Navi 21 и возможно новом ускорителе AMD. Как мы знаем, модель XTX используется флагманской видеокартой RX 6900 XT, но на форуме разработчиков USB появилось упоминание о некой версии XTX-H. Она может стать еще одним флагманом AMD, но скорее всего речь идет о RX 6900 без переставки XT. Продукт указывается с профилем подачи питания на отметке 27 Вт, но это мощность разъема USB Type-C, который явно будет присутствовать на видеокарте XTX-H. Другими словами, это просто подтверждает существование четвертой видеокарты Radeon с таким разъемом. Также упоминается про видеокарту с кристаллом XLE, которая должна стать RX 6700 XT. Ее релиз ожидается уже 12 января на выставке CES 2021. И в этих же характеристиках был замечен совершенно новый продукт на Shira Point, который AMD представила организации USB. На данный момент неясно является ли это кодовым именем для будущего графического процессора или это просто название продукта, который уже существует. Из противоположного лагеря тоже прилетела интересная новость, повествующая об успешном тестировании мобильной 3080 в Geekbench. Тест проводился на новом ноутбуке Asus ROG Zafras Duo с процессором Ryzen 9 5900H. Видеокарта была оснащена 16 Гбайтами видеопамяти и вероятнее всего представляла версию Max-Q с частотой в 1,54 ГГц. При такой частоте мобильной 3080 удалось набрать 139 тысяч баллов в тесте OpenCL, что сравнимо с десктопной RTX 3070. От десктопной модели 3080 она отстает на 29 процентов, если сравнивать результаты Geekbench. Но не стоит забывать, что десктопная версия оснащена совершенно другим кристаллом с большим количеством ядер CUDA и потребляет в разы больше электроэнергии. Тем временем компания Gigabyte расширила свою линейку видеокарт RTX 3060 Ti, добавив модификацию Vision OC. Такая модель примечательна строгим оформлением в серо-белых тонах и имеет небольшой заводской разгон. Система охлаждения видеокарты состоит из трёх секций радиатора, которые соединены пятью медными теплотрубками с прямым контактом и обдуваются тремя вентиляторами. В качестве доп. питания используется один разъём на 8 пин и один разъём на 6, а частота буста увеличена на 90 МГц относительно стока. В продаже такая видеокарта окажется уже в ближайшее время, но о цене пока не сообщается. Но вот китайская компания Colorful решила играть по крупному и представила видеокарту RTX 3090 в исполнении iGame Vulcan RNG Edition. Это специальное ограниченное издание, разработанное для киберспортивной команды Royal Never Give Up. Такая видеокарта будет выпущена в шести экземплярах, пять из которых сразу передадут киберспортсменам, а одну разыграют в социальных сетях. Конечно, шансы купить или заполучить эту карту для обычного человека практически равны нулю. Но куда интереснее, что RNG играют в League of Legends, для которой абсолютно не нужна мощность RTX 3090. А официальный аккаунт MSI на южнокорейских форумах подтвердил, что существующие материнские платы с чипсетами 400 серии получат поддержку процессоров Rocket Lake. Но интереснее то, что компания подтвердила выход новых процессоров, который запланирован на конец марта. И именно тогда вендор начнет выпускать обновления для своих старых плат. Тем временем, компания Valve объявила итоги премии Steam Awards 2020, на которой победителей выбирают сами пользователи. На удивление, игрой года стала Red Dead Redemption 2, ведь правила голосования не запрещают выбирать игры старее прошедшего года. Лучшую игру в виртуальной реальности забрала Half- Alyx, а номинацию Любимое дитя выиграла CS GO. Также стоит отметить Death Stranding в номинации с самой инновационной геймплей и первенство Doom Eternal по лучшему саундтреку. И спустя почти три месяца после выпуска Xbox Series компания Microsoft все также не может удовлетворить высокий спрос на свои новые консоли. Ожидается, что дефицит запасов продлится как минимум до апреля 2021 года, а сама компания уже обратилась к AMD, чтобы подтолкнуть ее нарастить свое производство. Руководитель подразделения Xbox рассказал, что некоторые люди спрашивают, почему вы не выпустили больше или не сделали запасы. На это он ответил, что они не сдерживают производство и изготавливают консоли так быстро как могут, ведь у них есть все сборочные линии. Он сам активно ведет переговоры с Лизой Су и обсуждает, как можно получить больше кристаллов для консолей. По его мнению проблема кроется в популярности игровой индустрии, которая стала намного больше. И из-за этого сейчас наблюдается дефицит всех консолей и видеокарт. А в лагере Sony ожидается завершение производства некоторых версий PS4. В одном из магазинов Японии обнаружили информационные таблички, которые сообщают, что новые поставки определенных версий консоли больше не ожидаются. Указывается, что больше не будет поставок белых PS4 с накопителем на 500 гигабайт и 1 терабайт, белых PS4 Pro с накопителем на 1 терабайт, а также черных PS4 на 1 и 2 терабайта. Сама Sony пока никак не комментирует ситуацию, однако это уже не первый случай. Ранее я вам рассказывал о пропаже PS4 Pro в магазине США, а теперь еще и в Японии пропадают консоли. И как-то это очень странно, учитывая, что Sony заявляла о поддержке PS4 как минимум в течение нескольких лет с момента релиза нового поколения. Тем временем компания Asus выпустила тизеры, свидетельствующие об обновлении ноутбуков линейки TUF Gaming и ROG Strix. Из тизера можно заметить, что ноутбуки TUF Gaming получат обновленное охлаждение с двумя вентиляторами и немного новый дизайн. Прошлогодние ноутбуки этой серии были оснащены не самыми качественными дисплеями и слабой системой охлаждения, что неоднократно подтверждали обозреватели. В этом году эти недочеты судя по всему решили исправить, но неизвестно насколько новое охлаждение будет эффективным. Плюс ко всему не ясно, каким именно процессором будет оснащена линейка, ведь на момент презентации будут доступны только новые райзены и четырехъядерные Tiger Lake H. Линейка же ROG Strix получила интересный логотип ниже стрелок клавиатуры, на котором в тизере сделали большой упор. Платчики должны быть показаны на CES и там скорее всего мы узнаем и цену и дату выхода. Ну и как и ожидалось, 31 декабря прошлого года компания Adobe официально прекратила поддержку флешплеера. Тем временем разработчики из Microsoft не остались в стороне от этого события и уже подготовили специальный патч для Windows 10. Он называется коротко и ясно обновление для удаления Adobe Flash Player и после его установки платформа от Adobe будет полностью убрана из операционной системы. Но ни одно обновление Windows не может быть идеальным. Данный патч удаляет флешплеер только из панели управления, убирая все следы его присутствия из программной платформы. Однако обновление никак не влияет на браузеры и версии флешплеера, которые были установлены пользователем самостоятельно. Так что окончательно очистить систему от плеера можно только руками. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.